Информационная безопасность при использовании интернета в государственных органах и дополнительные меры обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства. Таковы темы совместного выездного совещания секретаря Совета Безопасности России и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, проходящего два дня в Чебоксарах. В нем принимают участие глава Чувашии Михаил Гнатьев, руководители субъектов федерации округа, а также представители федеральных министерств и ведомств. В Чебоксарском аэропорту высоких гостей встречал глава Чувашия Михаил Гнатьев и другие официальные лица. Открывая совещание, пал пред в ПФО, Михаил Бабич отметил, что ежегодно в округе фиксируется устойчивый рост компьютерных атак. В прошлом году зафиксировано 190 миллионов случаев. Более 80% из них приходится на информресурсы органов госвласти. Сохраняются серьезные риски и угрозы, сдерживающие решение задач обеспечения безопасности информационных систем. Это обусловлено недостатком квалифицированных специалистов, администраторов по вопросам безопасности служебной информации. В региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления защиту информации обеспечивают 1672 специалиста. Из них лишь 6% имеют профильное образование. Продолжающимся использованием сотрудниками государственных органов электронных и облачных сервисов, о чем вы не раз уже указывали, находящихся за рубежом, для хранения электронных писем, служебных документов. Технологическая зависимость от иностранных производителей, наличие аппаратных и программных закладок в оборудовании иностранного производства. Отсутствие отечественных альтернатив в значительном сегменте технического оборудования, либо их неравноценность по своим функциональным возможностям, существенно затрудняют замену используемых иностранных технологических платформ. Для этого необходимо принять целевую программу по переходу деятельности органов государственной власти регионов с стороны на программное обеспечение отечественного производства. Умение защитить себя в информационном поле, это сегодня приобретает самое главное значение, потому что теория имиджа, которую используют наши враги, она позволяет за неделю из дурака сделать героя, а из героя дурака. И то же самое в масштабах каких-то платформ государственных, общественного строя. Это очень умело используется, и мы видим, как многие страны на глазах просто падают. К теме экологической безопасности. На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы, связанные с маловодием загрязнением водоемов. Секретарь совбеза Николай Патрушев отметил, что в настоящее время подготовлены предложения по ликвидации загрязнения акватории водных объектов. Завершается согласование правил пользования водными ресурсами Рыбинского, Горьковского, Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Налажено межведомственное взаимодействие по борьбе с нарушениями в сфере водопользования, в том числе связанными с коррупцией. Николай Патрушев заострил внимание на проблеме утилизации мусора. Хранилища и несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов становятся серьезной угрозой загрязнения окружающей среды регионов. Значительное их количество зарегистрировано в Саратовской и Ульяновской областях, а также Мордовии и Пермском крае. Объем накопленных отходов в Приволжском федеральном округе составляет 2,5 миллиарда тонн. При этом обезвреживается только третья их часть. Из-за недостаточной финансирования остается острой проблема переработки отходов. Их вторичный оборот в округе не превышает 10%. В сегодняшней экономической ситуации необходимо активнее внедрять инновационные технологии переработки мусора, ориентируясь в первую очередь на импортозамещающие отечественные разработки, отметили на совещании. Участниками совещания запланировано посещение полигона твердых бытовых отходов. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин